Безопасность в сети интернет Завелись в секции у нас аж целых 5 человек Что хочу сказать, что на самом деле, конечно, вот этой теме посвящаются целые конференции И даже конференции отдельным тематикам по безопасности У нас такая получается, скажем, некая сборная соляночка Так, садитесь, очень приятно Как-то странно, да Нет, ребят, ребят, давайте садитесь, не стесняйтесь, как бы занимайте места Вань, Вань Так, и Саша Венедюхин у нас будет удаленно Итак, значит, темы самые разные Такой вот винегрет, ну вкусный, наверное, да Самый широкий от обзора проблем безопасности Достаточно узких специфичных технических вопросов Да, вот там, допустим, НТП Доверенному НТП, о котором Ваня расскажет Поэтому, я думаю, мы не будем сейчас так долго затягивать вступление Значит, и первым у нас будет Владимир Кусков, да Из лаборатории Касперского, пожалуйста Да, добрый день всем Рад быть на этой конференции У меня там много слайдов, но я их пробегу достаточно быстро Итак, начну с такой общей цифры То есть, вот, 400 тысяч 400 тысяч угроз мы находим Лаборатория Касперского находит каждый день В течение всего 2022 года В среднем вот такая была цифра В этом году мы уже ведем подсчеты Наждаем, что будет еще больше В общем-то, достаточно немало Вот, если говорить о статистике То за первые полугодия 2023 года Мы заблокировали почти более чем полтора миллиарда атак Которые связаны так или иначе с вебом Вот, и среди них заблокировали 462 миллиона водоносных Или потенциально опасных URL-адресов Защитили 110 тысяч пользователей от шифровальщиков 185 тысяч пользователей от тех Кого пытались украсть деньги С их онлайн-банк аккаунтов И заблокировали почти 80 миллионов Различных водоносных объектов Если говорить про географию То география у нас за последние полтора года Вот примерно такая То есть за первые полугодия 2023 года В России и странах СНГ Почти на 8% подскочило Такое-то относительное число Количество наших пользователей уникальных Которые были атакованы Которых мы защитили Делено на общее количество наших пользователей В многих регионах тоже видим небольшой рост Но в меньшей степени По индустриям эта картинка распределяется примерно так То есть на первом месте у нас идет производство и ритейл Также в первой пятерке у нас правительственные решения Айти Сервисы и другие Предыдущая картинка была по данным нашего сервиса Статистики Косперский Секретий Нетворк А вот эта картинка по данным нашего сервиса Реагирования на инциденты Похожая картинка наблюдается То есть тоже производство у нас На первом месте Среди атакованных По количеству Вернее по векторам атак Самая популярная тройка Видна на слайде То есть это у нас Проекновение через эксплуатацию уязвимостей Использование уже до этого украденных аккаунтов И конечно водоносный оттачек почте То есть такие инструменты Используются для умышленниками Для атаки на организации Еще один разрез Наш сервис Косперский менеджер детекшн Тоже видно, что Производство у нас Одна из самых атакуемых отраслей Сюда же идет IT Government Finance И от других Если смотреть на разбивку По тем инцидентам Которые в рамках этого сервиса Были обнаружены То Порядка 8% из них составляют Такие тяжелые инциденты Серьезные о них чуть позже А по техникам Опять же это идет Верит аккаунт То есть использование Ранее украденных Учетных данных Эксплуатация Уязвимости в удаленных сервисах И Манипуляция аккаунтами То есть когда Аккаунты добавляются Какие-то лишние привилегии К примеру Которых у него не было Если смотреть на Причины Серьезных инцидентов То Порядка 38% Так или иначе Связаны с Таргетированными АПТ-атаками Остальное Распределяется Между Малвами То есть Какими-то Вредоносными ПО Атаками И другими Случаями Если говорить Про фишинг И спам То порядка 41-42% Всех Зафиксированных Почтовых сообщений В мире По нашим данным Были связаны С спамом По России Практически такая же Цифра Практически не отличается Мы заблокировали 31 миллион Вредоносных Оттачек Почты Нашими продуктами 312 миллионов Попыток Перехода По фишинговым Влам По фишинговым Ссылкам И что интересно 2 с лишним Миллиона Были связаны С попытками Вгнать аккаунт В Телеграм Так что Будьте внимательны При получении Чего-то Связанного С Телеграм В качестве Примера Фишинга Покажу Вот такой Фейковый Сайт Поддельный Сайт Якобы Инвестиций Якобы От Илона Маска Естественно Никаких инвестиций Там не произойдет Если счет Открыть То деньги Получат Мошенники Следующий Пример Связанный Опять-таки С Телеграмом Поддельные Выплаты Якобы На детей Младше 18 лет Имитирует Ошибку И предлагает Продолжить Общение В Телеграме Если этот код Посканируется С помощью приложения Телеграм Аккаунт Улетит Злоумышленникам Уязвимости Уязвимости Одна из центральных Тем Безопасности В последние годы И понятно Почему Видно Что статистика Показывает Устойчивый рост Даже я бы сказал Увеличивающийся рост Что касается Как в целом Количества Уязвимости Так и Количества Критических Уязвимостей Которые Оборуживаются И регистрируются Этот график По данным Сайта CVE Идут Майтер Дот Орг То есть Это такая Общемировая статистика Не только наша А вот это уже наша Статистика За второй Квантал 23 года Где видно Что Большинство Атакуемых Большинство Уязвимостей Которые Действительно То есть По факту Эксплуатируются В живой природе Это уязвимости В приложениях Офисных Затем Идет Браузер Java Android И другие Что интересно Что Самые Часто Эксплуатируемые Уязвимости Они датированы 2017 годом Казалось бы Давно Пора бы Им уже быть Закрытыми Но Видимо Нет Люди Патчи не ставят И еще Из интересного Про уязвимости Не могу Не сказать Про Группу Уязвимости В приложении Movit Transfer Которая Позволила Группировке Клоп Группировке Шифровальщиков Атаковать Какое-то Астрономическое Количество Организаций Пострадало Почти тысяча Организаций В целом Про шифровальщики Как Возможно Вы знаете Я Морбит Нет Есть У большинства Современных Шифровальщиков Сайты В Дакнете Где они Публикуют Кого они В очередной Раз взломали И скорее Не требуют Выкуп Если провести Анализ Таких Публикаций То мы можем Сравнить По сравнению С январем Этого года Количество Публикаций Только растет И более того За первые 8 месяцев Этого года Мы уже Практически Выбрали Все то количество Которое было За весь Прошлый год По количеству Публикаций И если Посмотреть На самые Активные Группировки То они Вот такие Больше всего Напубликовал Логбит Клоп Vice Society Black Buster Black Cat Наследник Много Известной Группировки Ну и остальные 36% делятся Между остальными Группировками По методам Которые Используют Шифровальщики Для проникновения В организации Самое Распространенное Это эксплуатация Уязвимости В приложениях Которые Так или иначе От организации Смотрят в интернет Затем Использование Уже скомпрометированных Ранее Украденных Аккаунтов Но не обошли вниманием Они В данном Оттачек Почте Вот И один вектор Который Особенно Популярен В России СНГ Это Подбор Пароля Или Использование Известных Аккаунтов К серверу Самодаленного Доступа К РНДП Очень часто Используется К сожалению Все еще Приносит Мошенникам Выгоду В прошлом В прошлом году Мы Публиковали Очень подробный Отчет По техникам И тактикам Защиты От Шифровальщиков Техникам И тактикам Используемым Шифровальщиками И мерами По бомбе С такими Техниками И тактиками Для тех Из вас Кому это Актуально Рекомендую Изучить Если вдруг Еще нет Еще один Вектор Атаки Который Давно Существует И в последние Годы Набирает Популярность Это Так называемые Техники Атаки Через Цепочки Поставок Или Атаки Над Цепочки Поставок Пример Картина Которая Здесь Представлена Это То Что Было В этом Году Опубликовано И В прошлом 30x Software Был Атакован Для того Чтобы Раздавать Через Него Войдоносные ПО Такой Пример Не Единичных В этом Году Было Уже Несколько Всего Количество Исчисляется Уже Наверное Десятками Если Не Перевалило За Сотни Это Только Из Того Что Последние Годы Последние Два Года Особенно Набирает Популярность Это Подобные Атаки Через Открытый Исходный Код Через Софт С Открытым Исходным Кодом Потому Что Разработчики Все Крупные Вендоры Сейчас Так или Иначе Используют Открытый Исходный Код Своей Разработки Потому Что Это Удобно Потому Что Открытый Они Зачастую Содержат Как Уязвимости Их Известно Уже Больше 35 тысяч Таких Уязвимых Пакетов Открытых Так и Откровенный Вредоносный Код Тоже Более Четырех С половиной Тысяч Уже На секущий Момент Известно Следующая Тема Предпоследняя В моей Презентации Это Утечки Здесь Данные У меня Представлены Только По России Но зато Весь Макросноречивые То есть В прошлом Году Мы Зафиксировали 168 Случаев Подтвержденных Утечки Данных В этих Утечках Суманно Содержалось Почти 2 миллиарда Строчек Данных В общем-то Такая Довольно Впечатляющая Цифра Это Естественно Не уникальных Данных То есть Не 2 миллиарда Людей А 2 миллиарда Строчек Тем не менее Вот И 47 Миллионов У этих Утечек Данных Утечек Содержали Пароли По месяцам Распределения Вот такое Можно попытаться Скоррелировать Их С какими-то Новостными Поводами И последнее Чем я Закончил Своё выступление О чём Не могу Не сказать Это Операция Трингуляция Так мы Назвали Серию Атак На Сотрудников Нашей Компании На Телефоны Производства Apple Где Как мы Выяснили Была Использована Серия Увязимостей До этого Неизвестных То есть Так называемых Зернодей Увязимостей Для Доставки Шпионского Программного Обеспечения Которое Обладало Срочно Широкой Функциональностью По Кражи Данных Из Различных Источников Таких Как Мессенджеры Фото И Другие Некоторые Подробности Можно видеть По Статьям На которые Ведут Коан-коды На этом Слайде Вот Отмечу Что Найдено Это Водоносное ПО Было С помощью Нашего Инструмента Кума Сием Где Были Однажды Подключения К Недоверенным Доменам Последующее Расследование Показало Что Имеется Такое Водоносное ПО На этом У меня Все С обзором Спасибо Если Какие Вопросы Есть Вадим Михайлов Координационный Центр Хотел Спросить Есть ли у вас Статистика Если нет То можете Грубо Оценить Насколько Часто Используется Во вредоносных Мошеннических И так далее Схемах Доменные Имена На национальных Языках То есть Не отличные От латиницы Это вообще Большой Кусок Я сейчас Не смогу Назвать Статистику Но могу Вам ее Сказать Позже Удачного Коллег Просто В голове У меня И нет Но Используется Используется И второй Вопрос Какая Может быть Знаете Какая Самая Популярная Зона Для Вот Этого Всего По крайней Мере В нашем Регионе Это Все Это Зависит Это Зависит От региона Это Зависит От региона Используется И Ком Используется И И У нас Больше Возможностей По Зачистке Этого Дела Используется Поэтому Иначе А вот Ком Лог Там Нам Сложнее Спасибо Еще Вопрос Пожалуйста Так Еще Вопрос Пожалуйста А вот У меня Такой Вопрос В самом Начале Сказали Там 400 Тысяч Угроз А угроз Это Что Твредоносные Файлы Это Какое-то Связанное С ними Программное Обеспечение Но В основном Твредоносные Файлы То есть Можно В принципе Сказать Что 400 Тысяч Угрозных Файлов Новых Каждый День Обнаруж Понятно И Еще В самом Конце Вы Сказали Что Есть Доверенные Недоверенные Домены Вот Доверенно Недомеренный Домен Это Что Ну Как Каждый Секьюрити Вендор Имеет Свою Систему Репутации Есть Некие Общепризнанные Топы Каким Когда-то Был Топ Алекса Есть У нас Собственные Системы Репутации Которые Основаны На Популярности Доменов Используют Огронитом Машинного Обучения В том числе И другие То есть Это достаточно Такой Комплексный Ропрос Требует Комплексного Подхода Мы Много Лет Вырабатывали Свои Подходы Чтобы Определять Какие Домены Считаются Доверенными Какие Нет Понятно А вот С Координационным Центром Вы делитесь Этой информацией Конечно Конечно Понятно Хорошо Спасибо Так Еще Вопросы Ну если Больше Вопросов Нет Спасибо Большое Тогда У нас Александр Выразко Да Ну если Александр У нас Онлайн Подключился У меня Сочно Да 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 Пожалуйста Замечательно Сейчас Я выведу На экран Презентацию Так Все Хорошо Если Видно Тогда Приступим Я Сегодня Кратко Пробегусь По Тенденциям И интересным Моментам Связанным с Фишингом В этом году Почему Кратко Потому что Если Рассказывать Об этом Подробно То мне Потребуется Наверное Часа полтора Потому что Интересного Много Все время Что-то Происходит Но К сожалению Это уже Выходит За рамки Нашей секции Поэтому Давайте Пробежимся По Основным Моментам И посмотрим На что Нужно Обратить Внимание И начнем С того Как Фишинг Развивается Вообще В последние Лет Десять Фишинг Двигается Не революционным Путем А эволюционным Подходы Которые Связаны С Социальной Инженерии Они Практически Не меняются Меняется То Что Под капотом И постоянно Меняется Информационная Обертка Потому что Злоумышленники Очень хорошо Реагируют На информационную Повестку И На каждом Моем выступлении На мероприятии Всегда Я привожу Какие-то Примеры Которые Связаны С последними Актуальными Событиями Которые Были Замечательно Использованы Злоумышленниками Итак Первый Тренд Фишинг Последних Нескольких Лет Это Максимальная Автоматизация Которая Затрагивает Все Начиная От процесса Регистрации Доменных Имен Процесса Генерации Фишинговых Ссылок Взаимодействия С жертвой И вплоть До Вывода Денег Все Активнее В мире Фишинга Продвигается Сервисная Модель Которая Себя Прекрасно Зарекомендовала В схемах Связанных С мошенничествами На Маркетплейсах Сейчас Она Выбралась За пределы Маркетплейсов Сейчас По сервисной Модели Представляются И услуги По угону Телеграм-аккаунтов История Которая Началась Чуть больше Года назад И очень активно Развивается И многие Другие Направления И К сожалению Для меня Как для Исследователя Данного Явления Все Меньше На этом Рынке Остается Каких-то Индивидуумов Самоучек Которые Что-то Придумывают Самостоятельно Которые Можно сказать Подходят Творчески С огоньком К этому Все максимально Стандартизуется Рынок Делится Между Крупными Преступными Группами Которые Создают Инструменты Позволяющие Максимально Эффективно Вести Этот криминальный Бизнес Вторая Тенденция Это Скрытность На сегодняшний День Не все Но Более Половины Выявляемых Мною Моими коллегами Фишинговых Сайтов Они так или иначе Используют Средства Сокрытия От обнаружения Причем Это могут быть Самые разные Средства Классический Вариант Это Генерация Уникальной Ссылки Под Каждую Потенциальную Жертву Опять же Способ Хорошо Зарекомендовавший Себя Случай атак На пользователей Маркетплейсов В тех случаях Все управление Идет Через Телеграм Через Телеграм Бота Который Генерирует Фишинговую Страницу Под конкретного Человека Ссылка Живет Объзеленное Количество Времени Как только Она Свою Отработала Она Перестает Функционировать И получается Так что Если например Открыть Ресурс По домену Будет Будет В лучшем Случай Редирект На Поисковик Или Другой Пулярный Сайт То есть Фишингового Контента Не будет А Вредоносная Ссылка Которая Может быть Сохранилась У Жертвы Она Уже Неактуальна Ну В общем То И с этим Можно Бороться Такие Ресурсы Тоже Замечательно Обнаруживаются И Это Лишь Заставляет Нас Постоянно Совершенствовать Свои методики Выявления Фишинга Помимо Уникальных Ссылок Используется И Масса Других Вариантов Например Анализ Данных Потенциальной Жертвы Когда Анализируются И Сведения Об Операционной Системе Разрешение Экрана Базовый Поведенческий Анализ И Прочие Сведения Которые Можно Получить Вплоть до Того Перешел Пользователь По Конкретной Ссылке Или Нет Ну И Сюда Можно Отнести Массовое Использование Доменов Которые Никак Не Связаны С Брендом Который Затронут Фишинговой Атакой Все Больше Доменов Генерируется Автоматически Все Чаще В процессе Фишинговых Атак Используются Либо Одиночные Домены Которые Представляют Собой Произвольные Буквенно Цифровые Комбинации Либо Цепочки Доменов Цепочки Тоже Стоит Отметить Последних Крупных Фишинговых Атак Которые Были Нацелены На Пользователей Мессенджеров Активно Использовались Такие Динамически Изменяющиеся Цепочки Что Во-первых Обеспечивает Стабильность Всей схемы Если В цепочке Будет Заблокирован 1, 2, 3 Домена Цепочка При этом Сохранится Просто Изменится Порядок Директа Ну и Соответственно Обнаруживать Это тоже Сложнее Но Можно На секунду Вернусь К первому Пункту Максимальная Автоматизация Я говорил О том Что Все движется В сторону Автоматизации И усложнения С технической Точки Зрения Но Есть ряд Исключений Наряду С Автоматизацией Достаточно Широко Стало Применяться И такой Такая Комбинированная Обработка Данных Когда Например Для получения Доступа К личному Кабинету Клиента Банка Или В процессе Получения Доступа Чужой Учетной Записи В мессенджере Используется Такая Технология Жертва Вводит На фишинговом Сайте Данные А эти Данные Улетают В телеграм Бота На другом Конце Сидит Зоумышленник Живой Человек Который Вручную Все Это Вводит Либо В клиенте Телеграм Либо На сайте Банка Пытаясь Войти В личный Кабинет Вот Такой Своеобразный Лоуфай Однако Который Показал Себя Достаточно Неплохо И С его Помощью Даже Зоумышленникам Удается Обойти Двухфакторную Аутентификацию В случае Атак На клиентов Банков Например Третий Пункт Мы уже Проговорили Это Массовое Использование Доменов Которые Не связаны С конкретным Брендом Четвертый Пункт Это Снижение Доли Использования Интернет Эквайлинга И непосредственного Списания Денежных Средств На Фишинговых Сайтах Если Еще Три-четыре Года Назад Анализируя Фишинговый Сайт Банка Или Например Фейковый Интернет Магазин Или Сайт Предлагающий Какую-либо Выплату Или Выигрыш Все Как правило Сводилось К тому Что Жертва Вводила Данные Своей Банковской Карты И у нее С карты Списывалась Какая-то Фиксированная Сумма Денег Иногда Несколько Раз Подряд Иногда Оформлялась Платная Подписка То Теперь Все Поменялось Теперь Акцент Делается На Получение Доступа В личный Кабинет Клиента Банка И После Того Как Человек Оставил Перечень Своих Персональных Данных Сведений О своей Банковской Карте Злоумышленники Вручную Пытаются Злогинить Своего Личный Кабинет И при Необходимости Держат На Сайте В готовности Свою Жертву Имитируя Бурную Деятельность Имитируя Процесс Обработки Информации Все Ради Того Чтобы Человек Вел Еще Один Код От Двухфакторной Аутентификации И К сожалению Это Делает Атаки Куда Более Опасными Так Как Человек Теряет Не Просто Фиксированную Сумму Денег Он Может Потерять Все Средства Которые У него Имеются На Банковском Счете И Плюс Немало Случаев Есть Когда Человек Еще Кредит Оформляет И Наконец Пятая Тенденция Это Массовое Вовлечение В Индустрию Низкоквалифицированных Неподготовленных Людей Что Стало Возможным Именно По причине Развития Сервисной Модели Мы Имеем Команду Злоумышленников Которые Создают Высокотехнологичные Инструменты И Далее Они Сдают Это В аренду Всем желающим Это Тоже Было Обкатано На Мошенничествах На Маркетплейсах И Сейчас Вышло Далеко За Пределы Этой Сферы И К сожалению Это Приводит К тому Что Фишинговые Атаки Нетаргетированные Фишинговые Атаки Становятся Все более Массовыми Здесь Я Привел Топ 6 Вариаций Нетаргетированного Фишинга 2023 Достаточно Стабильно Никаких Революций Тут Традиционно Банковский Фишинг Фейковые Банки Которые Существуют Уже Не первые Десятилетия И никуда Не денутся Фейковые Инвестиционные Платформы О них Я еще Вспомню И Их Упоминал Сегодня Мой коллега Из лаборатории Касперского Ну и Так далее Как я уже Говорил Если Революции Бывают Крайне Редко То Эволюционный Процесс Идет Постоянно А самое главное Что злоумышленники Все время Меняют информационную Обертку Адаптируясь Под Инфоповоды И Прекрасный Пример Когда Этим летом Была Запущена Новая Соцсеть От Компании Мета В течение Пяти дней После Официального Сообщения О запуске В сети Появилось Более Двух с половиной Тысяч Доменов Которые Так или иначе Эксплуатировали Эту тематику Мы провели Небольшой Анализ Решу Посмотреть Как Используются Эти Домены И Как видите Почти четверть Из них Так или иначе Была задействована В схемах Связанных С фейковыми Инвестиционными Платформами 13% Достаточно Большой Показатель Фейковые Приложения Новой Социальной Сети Вот здесь Как раз Приведен Пример Сайта На котором Можно скачать Якобы Приложения По факту Водоносную Программу Ну и Дальше Состоятся Сервисы Накрутки Подписчиков Продажа Рекламы Продажа рекламы И В 3% Классический Киберсквотинг Было видно Что люди Забили под себя Домены Надеясь Будущим Подзаработать Вот всего 5 дней 2,5 тысячи Доменов Таких примеров Очень много Следующий Интересный момент На котором Я бы хотел остановиться Это использование Фишинговых ресурсов В качестве Прикладного Инструмента В процессе Совершения Совсем Других Преступлений Других Атак В частности Фишинговые сайты Достаточно активно В последнее время Используются Телефонными Мошенниками Которые Названивают Нашим Согражданам Не только Как под видом Сотрудников Банка Так и зачастую Под видом Сотрудников Правоохранительных Органов Или Сотрудников Центробанка И Понятное дело Что иногда У людей Возникают Сомнения Действительно Или они Разговаривают С сотрудником Полиции Или С сотрудником Центробанка И для того Чтобы развеять Эти сомнения Используются Вот такие сайты Здесь Приведены Скончеты Реальных ресурсов Этого года Вот Первый Пример Это Сайт С сотрудниками МВД То есть Как это Работает Если человек Не очень Доверяет Своему Телефонному Собеседнику Ему говорят Да вот Мы вам сейчас Пришлем СМС Или в Мессенджер Ссылку На сайт Вы можете Проверить Вот мои данные Вот мое удостоверение Все введите Человек вводит И сайт Ему говорит Да Действительно Такое есть То же самое И с Центробанком На сайтах Имеется форма Куда нужно ввести Уникальный код сотрудника Который Общается С вами В данный момент Причем Если ввести Неправильный код То сайт Напишет Что нет Такого сотрудника Не существует А вот если ввести Код правильный То Он выдаст Можно сказать Досье на человека Призванный Убедить Собеседника В том Что Этому сотруднику Центробанка Можно Доверять Такие Сайты Используются Далеко не в процедине Всех Аналогичных Телефонных Атак Но Начиная С весны Мы стабильно Фиксируем Появление Нескольких Подобных Ресурсов В неделю Не самая Массовая история Она все-таки Достаточно Точная Но интересно Ее нужно Учитывать Следующее Направление Это Фейковые Сайты Различных Игровых Платформ И Ресурсы Презентирующие На игровой Теме Вообще Игровая Отрасль Она Давно Привлекает Внимание Зоумышленников И Тут существует Два Варианта Атак Первый Связан С Угоном Аккаунтов Потому что Аккаунты Можно продать Вполне Сериальные Деньги Еще можно Хороший Богатый Аккаунт Разорить Распродать 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 Из него Вещи Все Это Ценится Аккаунты Массово Продаются На черном Рынке А для Того Чтобы Добывать Эти Аккаунты Тысячами Создаются Различные Сункции Вот здесь Вы можете Увидеть Примеры С шести Сайтов Выполненных На одном Шаблоне Меняются Только Название Сетевых Игр Сайты Такие Предназначены Как правило Якобы Для Продажи Внутроигровой Валюты И предметов И Применяются Активно Как для Угона Аккаунтов Так и Для Получения Доступа К личному Кабинету Клиента Банка Или просто Хищение Денежных Средств В какой-то Момент В этой Области Наблюдался Некий Спад Даже В конце Прошлого Года Но Уже К весне Не то Что Все вышло На предыдущие Показатели А Уровень Подобной Угрозы Стабильно Высокий И даже Мы отмечаем Некий Рост В этой Области Далее Мое Любимое Направление Фейковые Инвестиционные Платформы Его Упоминал Мой Коллега Из лаборатории Касперского Почему Это Мое Любимое Направление Потому Что На протяжении Последних Восьми Лет Что Эта Схема Существует Я Коллекционирую Шаблоны Шаблоны Все Примерно Одинаковые Меняется Опять же Информационная Овертка И что мы здесь Видим Мы здесь Видим Или образы Медийных Персон Также Как Сегодня Уже Укминался Илон Маск Он Всегда В топе Находится В области Кто еще Из известных Людей Это Павел Дуров Это Бутерин Это Представители Нашей Нефтегазовой Промышленности В общем-то Изначально Эта схема И начиналась С сайтов Посвященных Тому Что россиянам Разрешили Торговать Нефтью И газом Сейчас же Вариаций Много У меня в коллекции Их уже Более 120 И Все идет Начиная От Инвестиций В Теслу И заканчивая Такой Экзотикой Как Ну скажем Российская Военная Промышленность Инвестиции В какие-то Прям вот Особые Отдельные Разработки Такие Сайты Появляются Ежедневно Причем Это наверное Самая Массовая Категория В день Мы фиксируем По меньшей Мере 60-70 Новых Подобных Ресурсов Существует Примерно 5-6 Базовых Шаблонов Вокруг Которых Все вертится Вот здесь Можно Видеть Три Варианта Шаблонов Для чего Они используются Они используются Для Вовлечения Людей На фейковую Инвестиционную Платформу На самом деле Или на фейковую Криптовалютную Платформу И Угроза Заключается В том Что Такая Комбинированная Атака Мало того Что человек Попадает На Откровенно Вагоносный Ресурс Он еще Оставляет Свои Контактные Данные И С ним Связывается Индивидуальный Финансовый Консультант Который Будет Дальше Эвакулировать И Говорит Что Делать И В ряде Случаев Это Все Заканчивается Даже Тем Что Индивидуальный Финансовый Консультант Уговаривает Человека Установить На компьютер Программу Для Удаленного Администрирования И От Его Имени Свершает Операции Что Потом К сожалению Достаточно Сложно Оспорить Тренд Который Я Сегодня Тоже Уже Упоминал Это Угон Телекрам Аккаунтов Волна Началась Примерно Прошлым Летом Вышла На Пик К Новому Году Потом Наблюдался Некий Спад И Начиная Где-то С апреля Количество Атак Связанных С данным Мессенджером Только Увеличивается Фишинговые Ресурсы Создаются Тысячами Постоянно Меняется Информационная Обертка На Сегодняшний День В тренде Подписки На Различные Музыкальные Сервисы Это Различные Выплаты Это Голосование В частности Голосование За Детский Рисунок Хотя В общем-то С голосований Подобных Все и начиналось К Новому Году Стоит Ожидать Опять Активизация Историй С Голосованием За Рисунки Такая Сезонная История И Очень Во многих Случаях Используется Еще и Тематика Благотворительности Сбор Средств На лечение И так далее Ну а для Верификации Якобы Используется Аккаунт Телеграм Заканчивается Это все Либо QR-кодом Либо Формой Куда нужно Ввести Свои данные И которые На том конце Будут обработаны Злоумышленником Как итог Человек Теряет Доступ К своему Телеграм Аккаунту Далее Далее У нас Достаточно Интересное Явление Это фейковые Реселлеры И Вообще Фейковые Интернет Магазины По продаже Всего 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 Почему Интересное Явление Потому что Они После Пандемии Когда был Просто их Рассвет Как-то Потихонечку Сошли На нет И На рубеже 21-22 Года Таких Фейковых Интернет Магазинов На фоне Прочего Фишинга Было Достаточно Мало И тут Наступает 2023 год И у них Открывается Второе Дыхание Здесь Вы можете Видеть Огромное Количество Сайтов Выполненных На одном Шаблоне Меняется Только Название Брендов Существует Еще Масса Вариантов В сутки Только в Российском Сегменте Появляется Где-то От Пяти До Двадцати Новых Фейковых Именно Интернет Магазинов И Мне очень Часто Задают Вопрос Как Отличить Фейковый Интернет Магазин От настоящего И У меня Никогда Нет Однозначного Ответа На этот Вопрос Потому что Нет Вот Такого Уникального Критерия Который Бо Позволил Сказать Стоит Это Однозначно Фейк Ну Скажем Так Если У меня Глаз Уже Наметанный Я могу Предположить Что Значительные Доли Вероятности Это Фейковый Интернет Магазин Дальше Стоит Обращать Внимание На Детали Но Если Сталкиваешься С таким Явлением Впервые То Оно Действительно Может Вести В заблуждение И Числа Подобных Ресурсов Говорит О том Что Они Работают Они Стабильно Приносят Деньги Более Того В процессе Анализа Деятельности Преступных Групп Которые Плотно Занимаются Различными Криминальными Схемами Связанными С фишингом Мы Часто В последние Месяцы Видим Как Они Переходят От одного Вида Деятельности К другому Например Некоторые Группы Которые Еще Недавно Занимались Мошенничествами На Маркетплейсах Они Внезапно Переключаются На Фейковые Интернет Магазины И Начинают Крепать Подобные Сайты И Десятками А то и Сотнями Регистрировать Домены Под них Десятками Десятками огромное количество новых ресурсов, которые проректируют на этой тематике. Это иногда откровенно вредоносные ресурсы, в частности сайты, на которых предлагают купить аккаунт, инвестировать в развитие нейросетей, получить доступ к каким-то уникальным сервисам или сервисам, которые недоступны для граждан Российской Федерации. Но бывают и откровенно забавные истории, как вот, например, справа приведен фрагмент диалога с фейковым телеграм-ботом, который выдавал себя за еще не запущенный на тот момент гигачат от Сбера. И если люди, которые создали этого бота, они были достаточно хитры и действовали изощренно для того, чтобы создать впечатление, что это действительно гигачат, то вот искусственный интеллект оказался неиспорченным, и его удалось достаточно быстро вывести на чистую воду. И тут приведен не весь диалог. Сначала он так избегал прямых вопросов, но в итоге сдался. И сам сообщил о том, что он не имеет никакого отношения к гигачату, а построен на чат GPT-3.5, вот OpenAI. И мне как-то этот пример запомнился именно тем, что соцсеть оказалась куда... Ой, соцсеть, простите. Нейросеть оказалась куда более наивной, чем создатели этого чат-бота. И, наконец, такой любопытный момент, неожиданный сюрприз, с которым я столкнулся в этом году. В процессе изучения одной из фишинговых атак, которая затронула более 30 российских брендов, мы заметили, что в процессе атаки используются цепочки произвольно-сгенерированных доменов. И очень часто эти домены находятся в зоне ТОП. Что ж, тогда я решил провести такое мини-исследование. Я посмотрел, какие домены в зоне ТОП были зарегистрированы в мае 2023 года. Выяснилось, что в мае было зарегистрировано примерно 126 тысяч доменов в зоне ТОП. После этого я отфильтровал эти доменные имена, убрал из них доменные имена, которые используют китайские иероглифы, убрал доменные имена со смысленными словами и сочетаниями слов, и осталось 120 тысяч доменов, все из которых имели явные признаки автоматической генерации. То есть они как-то по одному сценарию плюс-минус были сгенерированы. После этого мы проанализировали эти домены и выяснилось, что эти произвольно сгенерированные домены в зоне ТОП используются как в рамках изучаемой нами фишинговой атаки, так же для адресации онлайн-казино и прочей сомнительной деятельности. И это такой любопытный пример, когда мы имеем доменную зону, мы имеем массив доменов, которые зарегистрированы за месяц, и видим, что 95% из этих доменов используются в зонамеренных целях. Касаемо автоматической регистрации доменов, так же можно отметить классику последних лет, ряд африканских доменных зон это SEV, GA, M-Date и так далее, и еще несколько доменных зон, чья популярность обусловлена тем, что, во-первых, через регистраторов RENOM их можно регистрировать бесплатно, во-вторых, их можно регистрировать пачками через скрипт, этот процесс можно автоматизировать, и именно поэтому эти домены активно используются в тех самых автоматизированных фишинговых атаках, про которые я говорил в самом начале, когда скриптом домены регистрируются, и злоумышленникам остается сидеть на диване и считать деньги. Ну, да, все замечательно, я закончил. А, ну все, да, спасибо. Вопросы, да. Вот как раз Вадим Михайлов, Координационный центр, вот как раз по последнему слайду, а удалось как-то взаимодействовать либо с регистратурой зоны ТОП, либо с регистраторами, которые вот эти 120 тысяч зарегистрировали, чтобы их потушить-то в итоге? Или ВОЗ и ныне там? А не в сети? Взаимодействуем. Так как зона ТОП, это китайская зона, все идет немного медленнее, чем нам хотелось бы. Но, скажем так, КПД не стопроцентный, но достаточно высокий в плане блокирования, разделегирования подобных доменов, вообще прекращения функционирования таких ресурсов. там больше сложность заключается в том, что эти домены используются в цепочках редиректов. И все это нужно логировать, протоколировать и доносить до регистратора, до регистратуры, как это все используется, и почему нужно блокировать эту цепочку. Спасибо. Спасибо. Я бы вот какой вопрос хотела задать. У нас в августе была такая атака на личные кабинеты одного из наших регистратов. Они, в общем, хакнули один личный кабинет, и потом они стали делать очень интересную вещь. Вот я не понимаю, может быть, вы что-то скажете. Они начали менять ДНС. А потом еще и адреса менять. А смысл какой в этом? Вы имеете в виду, что они стали менять НС записи? Они даже, может быть, даже хозяин личного кабинета каким-то образом им передал свой пароль, ну, мошеннические схемы не всегда понятны. Ну вот, получив доступ к этому личному кабинету, они каким-то образом начали массово менять ДНС. А для чего? Чтобы раздиригировать или что? На самом деле, достаточно популярная история. Если речь идет о том, если не изменим, ВНС записи доменов того клиента в личный кабинет, которого они получили доступ, это используется в самых разных целях, начиная от распространения вредоносного ПО или управления ботнетом и заканчивая фишингом, потому что мы регулярно фиксируем ситуации, когда используется вполне себе легитимный домен, который из хорошей истории и так далее, но владелец домена потерял доступ, этот домен уже по факту ведет не на тот сайт, а ведет на сайт с фишинговым контентом. Вот, например, такая история. Да, это достаточно популярная ситуация, встречается практически повсеместно. А если бы был задействован ДНС... Аня, можно, просто мы выбиваемся из времени. История эта известная. То есть, когда много доменов у одного администратора, то я создаю просто ботнет, запускаю туда свои НСы, а айпишники выдаю те, которые хочу, потому что ты уже не управляешь зонами. Вот и все. Спасибо большое, Александр. Спасибо, Павел. Так, ну, к сожалению, вынужден прекратить как бы сессию вопросов, потому что мы не выбиваемся из графика. У нас следующий доклад будет Артем Избенковым. Пожалуйста, Артем. Добрый день, коллеги. Рад видеть Петрозаводский. Сегодня я бы хотел рассказать вам о ДДОСе. Он был всегда, стал популярным буквально два года назад, по сути дела. И на этой волне я бы рассказал вам о том, что сейчас происходит, какие есть тактики в разделе, как раз в разрезе регистраторов доменов. Давайте обо мне чуть-чуть скажу. Меня зовут Артем Избенков. Я занимаюсь разработкой продуктов по ДДОСу, по защите. Уже более 10 лет защищаю крупных операторов связи, дата-центры, хостинги, кого только нет. Кейсов очень много. Есть о чем рассказать, как у нас тренды развивались по ДДОСу. Работаю я в компании сейчас Edge Center. Это один из крупнейших CDN-провайдеров в России и СНГ. У нас опорная сеть 10-терабитная по России и СНГ. Защищаем мы игровые топовые, там, соответственно, танки, корабли, госструктура, Роскосмос. Все атаки мы эти видим, знаем. И поэтому давайте расскажу, что есть и что мы умеем. По ДДОС-атакам. Все о них знают, слышали, но вкратце еще время ограничено, конечно же. Расскажу, что такое ДДОС-атака. Главное не что она есть, а цель ее. Цель ДДОС-атаки заключается в том, что злоумышленники хотят сделать так, чтобы у вас произошел отказ в обслуживании. Отказ работы сайта, отказ работы канала связи, отказ инфраструктуры. Каким образом это будет достигнуто с помощью ботнетов, с помощью каких-то определенных средств, взлома вашего сайта, им не важно. Основная цель ДДОСа – именно то, чтобы сайт перестал работать, инфраструктура перестала обслуживать клиентов. Остановились бизнес-процессы. Есть даже атаки, которые направлены на именно остановку бизнес-процессов. Например, один из кейсов – это атака на грузоперевозчика, когда с помощью ботнета огромное количество и утечки данных о клиентах, был зафиксирован огромный всплеск заказов на грузоперевозку из одной рандомной точки в другую точку. Таким образом, атака состояла с ДДОС. Был использован ботнет, было заведено огромное количество заказов, из-за чего бизнес стал, потому что не знали, кому что везти. Еще аналогия по ДДОСу. Можно представить, что я иду покупать телефон, встал в очередь, передо мной три человека, меня должны обслужить, я куплю телефон, буду рад, доволен. Тут вдруг открываются двери, вбегает миллион человек, тебя забивают в угол, не дадут тебе ничего купить, все, отказ в обслуживании. Вот это ДДОС. Так, оп. Куда шли? Ага, перебежал. Вот. Соответственно, что такое, вообще чем грозит ДДОС, для национальных доменного регистратора, вообще для регистраторов, для хостингов, для бизнеса, в первую очередь, представьте, что у вас отказала вся инфраструктура. Кто с этим сталкивался, они это прекрасно понимают, потом сразу же там идут, приобретают защиту, разбираются в этой проблеме. Кто с этим не сталкивался, процентов только 50 закладывают риски. Много разговаривал с коллегами, спрашивал, ребят, ну вы же знали, вы вот там в списках на атаке, вас, скорее всего, будут атаковать. Почему не позаботились о защите заранее? Ответ был феноменальный всегда, звучит так, что, ну, мы думали, нас пронесет. Да, то есть это российская тема, но не проносила некоторых. Соответственно, представьте, врубается инфраструктура, самая опасная для регистраторов домена, для хостингов, для бизнеса, который свои услуги предоставляет клиентам. Это же, конечно же, ущерб не только репутации в глазах клиентов, да, но еще и нарушение СЛЭ, да. Какое количество вам придется выплатить, там, соответственно, денег вашим клиентам. То есть, по сути дела, риск ДДОСа, его надо закладывать заранее и позаботиться о защите именно заранее. За пять минут никто защиту не сделает, полноценную, да. Можно защитить определенные уровни приложения, да, очень быстро, в течение, там, часа, грубо говоря, пока доменная еще зона распространится, смена ДНС произойдет. Но по факту, если атакуют комплексно, за вас взяли злоумышленники, и им еще платят за это деньги, вот, они от вас не отстанут, и одной только, там, защитой веб-приложений тут не пахнет. По типам атак, чтобы было понимание. ДДОС, иногда там слушал от определенных коллег, что, о, ДДОС там легко защитится. Нет, а ДДОС не легко защитится, он его можно разделить на три типа. Вот. Первый тип атак, это атаки уровня переполнения канала, когда злоумышленникам стоит задача набрать большое количество трафика, превосходящий объем ваших каналов, у провайдеров, да. Самое опасное здесь, что атаковать могут вашего клиента, вот, переполнить каналы вам, как оператору хостинга, к примеру, да, вот, соответственно, убить вашу инфраструктуру, или убить вышестоящего вообще провайдера. Таким образом, вообще пострадает большое количество, там, и регионы у нас отключались, и дата-центры огромные падали из-за атак на их клиентов. Вот. Это атаки, когда большое количество трафика. По объемам, сейчас там в трендах я расскажу, непосредственно, какие объемы атак сейчас фигурируют. Вот. Второй тип атак, который можно выделить, это атаки на сетевое оборудование. Здесь важно понимать, что здесь генерируется не объем большого пакета, да, там полторы тысячи байт, а генерируются маленькие пакетики, которые не могут переработать ваше сетевое оборудование, да. Только у провайдеров, там, высокого класса, в виде, там, джунипер, циска, которые есть свои асики, могут переварить и то с натягом эти пакеты, да, злоумышленники генерируют сотни миллионов пакетов. Таким образом, оборудование, муштизаторы выходят из строя и перестают доставлять пакеты до адресата. Вот. Эти атаки не объемисты в плане гигабит, да, терабит, они объемисты в плане количества пакетов. В сотни миллионов уже за миллиард завалило. И третий тип, самый интересный, это атаки уровня приложения, когда находится уязвимость конкретно в приложении. Вот. Основная часть это, в основном, это веб-атаки на веб-приложение. Апи еще атакуют. И, соответственно, DNS. По DNS очень легко и просто. Генерируется валидный запрос к DNS вашему серверу. Вот. Например, разрезолвить доменную зону, которая ему принадлежит. Валидный запрос, валидный пакет. Этот пакет дублируется. Огромное количество их направляется на DNS-сервер. Очень трудно защитить, соответственно, атака уровня приложения. Вот. Не генерируется большой объем, не генерируется большое количество пакетов. Генерируется именно специфично под это приложение. Соответственно, о чем еще хотел сказать. У нас мир разделился на две части. До 24 февраля и после. Первая мировая кибервойна началась. И под эту, соответственно, кибервойну подписались так называемые хактивисты под флагом IT-армии Украины. Вот. Хактивизм до этого был. Соответственно, были группировки, которые действовали по политическим взглядам. Чем страшных активисты? Если у нас, соответственно, раньше злоумышленники действовали сугубо, и большое количество атак было из-за финансовой выгоды, когда ваш конкурент вас заказал, проходит какая-то акция, он заказал DDoS-атаку или что-то в таком духе. Соответственно, сейчас DDoS-атаки направлены именно процентов где-то приблизительно 60 всего, что происходит в России. Это атаки на почву, соответственно, политического взгляда. Организована так называемая IT-армия Украины, которая появилась прямо сразу. Она модернизировалась, модернизировался софт. У них были взлеты и падения. Соответственно, сейчас из тенденции они переключились на региональные компании, потому что центральный федеральный округ смогли защиту более-менее сделать. Под их пристальный контроль попали банки, металлургия, правительство, куда же без него, грузоперевозчики и доменные регистраторы. Было несколько кейсов, освещенных даже в СМИ, как их атаковали. По трендам. Что нам сулит в 2023 год? Первое – это атаки уровня приложения. Если раньше они занимали процентов 10-15 из всех атак, которые существовали, и медленно росли, то с приходом, соответственно, активизма, утилиты проведения атак уровня приложения, оно резко вскочило. И, соответственно, сейчас происходят многовекторные атаки. Это те атаки, которые генерируются непосредственно и с атаками на переполнение канала, и параллельно запускается атака уровня приложения. Соответственно, где-то приблизительно в феврале-марте этого года активисты поняли, что мы будем атаковать не только уровню приложения, будем еще атаковать DNS-сервера, потому что если у компании, которая у них идет в целях, четко есть свой DNS-сервер, который зоной у них располагается прямо внутри компании, они этот DNS-сервер вычисляют, соответственно, управляют на него атаку, если атака успешна, к радости, это атака не уровня приложения, атака на переполнение канала, уровни приложения еще не доросли на DNS. Соответственно, если атака успешна, DNS-сервер вырубается, вся зона отпадает, соответственно, резоловать ее некому, и таким образом не надо даже додосить сайт, и он полностью не работает. Поэтому в какой-то момент попали как раз доменные регистраторы под прицел, и количество атак сейчас оно не умолкает на DNS-сервера. Вот. А ботнеты, которые используются, по объему, сейчас последние, в 2023 году мы зафиксировали 1,2 терабита и 500 миллионов пакетов в секунду атаку. Что удивительно, эта атака была интересна тем, что она не шла как обычно. Есть разные типы атак, есть там хит-н-ран атака, когда она запускается, идет резкий скачок трафика, 5-10 секунд, и падает. Эта атака шла 10 дней. Проблема заключается в том, что те компании, которые защищают от додос-атак, не оператор связи, крупная тройка наша, у них там заключены с провайдерами определенной договоренности о берстах, о превышениях. И чистить атаку 10 дней им нереально неудобно. Вот, соответственно, у нас такого нет, у нас CDN, поэтому мы атаку эту отразили, почистили. Это очень важный момент. И самое, что внушает, то, что это реально было 10 дней, не 10 часов, не 10 минут, а 10 дней. Откуда это все взялось? Это взялось из-за того, что и как раз использование ботнета, большая часть ботнета стала использоваться из России. И монетизация додоса пришла к тому, что сейчас уже невыгодно писать свою вируснюю, распространять ее, трояно раскладывать. Соответственно, потом ее Касперски вычислят, и тебе весь ботнет падает. Что же делать? Домены мне заблокируют. Как же быть? Вот. Они монетизировали все очень просто и хорошо. У нас появилось много облачного хостинга, да, по всему миру. Через одно окно я могу себе взять виртуалки по всему миру. Соответственно, запустить их в определенное время, платить только за потребление. Соответственно, что они делают? Они арендуют огромное количество числительной мощности, полностью оплачиваемой, да, вот, и перепродают ее только специальным софтом, который в момент заказа запускается, генерирует, соответственно, атаку на цель и выключается. Это очень прибыльный бизнес стал, соответственно. И IT-армия Украина арендует большое количество серверов в России. Геофильтрация здесь не помогает. Вот. Я сейчас работаю непосредственно с Бенгином Владимиром. Это директор по информационной безопасности Минцифры. Мы разработали по хостингу определенные протоколы безопасности. В ближайшее время они будут анонсированы. Вот. Что даст нам возможность сократить именно вот эту аренду вычислительной мощности у наших хостинговых компаний внутри для проведения бот-атак, ДДОС-атак. Вот. Это очень важно, потому что был кейс, когда мы вычислили огромный бот-нет в Новосибирске. Вот. Я позвонил, соответственно, директору. Вот. На что он мне сказал? У меня никаких нормативных документов нету. Вот. Регуляторы мне ничего об этом не говорят. Я знаю, что он ботовод. Вот. Ну, я его не выгоню. Вот. Это такая ужасная правда. И по поводу, соответственно, как есть три типа угроз по ДДОСу, да, надо строить многоуровневую защиту, да. Множество, там, не знаю, компаний, которые думают, что их защитит только защита веб-сайта от ДДОСа, да, которая подключается там, да, может подключиться за 15 минут, не вопрос. Вот. Это неправильно. Надо защищать инфраструктуру, надо защищать каналы связи, нужно обращаться, там, к операторам связи, к каким-то сервисам по защите от ДДОС, подключаться к ним по BGP, анонсировать через них свою сетку, защищать свою инфраструктуру, свой сетевой периметр, а уже потом тонко смотреть и защищать непосредственно там веб-приложения, к примеру, которые можно также разделить на несколько стадий, это анти-ДДОС, анти-бот и ВАВ. Вот. Но мне очень важно, чтобы вы понимали, что нужна защита каналов. Тот же самый ДНС можно защитить там только с помощью каналов. Вот. И про интересные кейсы. Время мало, два кейса. Я так и знал, что будет мало времени. Кейсы потом большое количество в любой сфере, меня найдете в кофе-зоне, расскажу, могу посмотреть на вашу инфраструктуру, сказать, что, где можно поправить. Вот. Первый – это правительственный натоцентр, СОД, который находился в одном из регионов. Вот. После 24 февраля их там очень массированно атаковали. Они включили защиту одного оператора связи, вот, без веб-защиты. Включили, и на этом все успокоились. Как бы и атаки закончились, и они успокоились. Вот. Проведя стресс-тест в присутствии министра данного региона, было показано, как с помощью телефона полностью отключается весь СОД, падает вся инфраструктура, соответственно, вырубаются все телеканалы, интернет даже в самом СОДе перестает работать, а у них там здание Минцифр, точнее. Вот. К чему я-то говорю? Что есть такие сервисы по проведению стресс-тестов, да? Вот. Есть такая услуга, она отдельно похожа на пентест, только там генерируется большое количество запросов к инфраструктуре. Вот в данном, соответственно, кейсе проблема была в том, что у данного СОДа непосредственно был только один канал связи. Был бы у него второй, проблемно уже организовывать атаку на два канала связи. Вот. Он был организован на белых IP-адресах, что вызвало проблемы. Там атака была на BGP. И, соответственно, один из обезличенных доменных регистраторов, соответственно, атака была направлена, она была многовекторная, к ней готовились. Вот. Организовывали ее, соответственно, уже более-менее нормальные хакеры, не как активисты. Вот. А атака велась непосредственно по приложениям, по вебам. Вот. Форма аутификации, главные страницы, высоконагруженные страницы, которые занимают большое время на обработку, да? И параллельно атаковали как раз DNS-сервера, как я сказал, именно с крафченными пакетами специально на резов доменных зон, которые у них были у этого доменного регистратора. Вот. Достаточно было там 100-200 зон, чтобы их уже труднее было блокировать. То есть, смотрите, у них не просто какой-то пакет определенной длины, у них крафтились пакеты разной длины, разного содержания, нарезов разных доменов, но которые принадлежат непосредственно этой компании. Вот. Что было сделано? Поставили мониторинг. Первое, самое главное, это мониторинг-детекция. Есть анализаторы трафика, которые активно вычисляют аномалии как внутрь сети, так и изнутри. Расположили его, детектили вредоносные атаки, с ним можно заворачивать трафик, на очистку не заворачивать, много разных вариантов. Поставили очистители внутрь, настроили политики, соответственно, фильтрации. И, конечно, разработали риск-менеджмент по поводу, отработали все ситуации, когда проходит ДДОС, когда проходит заворот, взаимодействие. Потому что, на самом деле, в защите от ДДОСа одно из основных ключевых правил, да, это не то, какое у вас оборудованное стоит, не то, какой сервис вы пользуетесь, а то, как работает с вами там поддержка. Да, ДДОС, он вот сегодня нет, завтра он есть. Вы обратились в техподдержку, да, там, заведите тикет, вызовете тикет, ждем, сидим. Прошел день, отвечают, мы ваше сообщение получили, замечательно. Вот, ДДОС, это здесь и сейчас. Вы должны или позвонить, или написать, соответственно, в чатах. Вам должны сразу ведущие инженеры ответить, подсоединиться к вашей проблеме, если они не справляются, если не отрабатывает автоматика. К сожалению, автоматика не отрабатывает на 100%, она отрабатывает на 70%. Все, вот, этим злоупотребляют большие операторы связи как раз. Вот, проблема в том, что надо сюда ручками вмешаться. Я сейчас разрабатываю, патентую, соответственно, нейронную сеть, которая занимается определением и отражением ДДОС-атак. Вот, соответственно, есть, да, нейронка, она выдает хорошие показатели. Вот, но все равно есть люди, аналитики, которые ее, да, обучают, изучают, соответственно, методы. Злоумышленники постоянно меняют свои тактики. Здесь очень важно быть на шаг впереди. Нейронка с этим помогает, но все равно должны быть обязательно аналитики, дежурные, которые вам вот здесь и сейчас ответят, соответственно, прямо вот в течение 15 минут и могут решить вашу проблему. Это очень важно. Ну, на сегодня все. Так, буквально один вопрос, только давай-то не будет вопросов, что за регистратор. Так, ну, Жень, давай-то. Нет, Жень, Жень. Жень, Жень. Я его за камерами. Кускевич Евгений, домен СЮ. Но вопрос у меня, как у Лира, вы сказали, что большая часть атак источниками имеет внутри России. Хотел бы уточнить, сколько примерно в процентах. И второй вопрос, вы, основываясь на каких базах, определяете какие принадлежности? Так, начнем по количеству. Есть софт в IT-армии, несколько вариантов софта. Вот, координирующий центр, который постоянно им подсылает цели. Вот. В этом софте также используется база прокси-серверов по всему миру. Так вот, в этой базе при выгрузке, каждый раз при обновлении целей, выгружается заново база проксей, которая используется для DDoS-атаки. Вот. И с течением времени, если по тенденции посмотреть, сейчас где-то 50-60% фигурирует прокси из России. Вот. Это первое. По поводу, соответственно, геоопределения. Мы используем MaxMind. У нас есть, соответственно, компания в Армении. Вот. H.I.M. она называется. Вот. У нас есть MaxMind. Мы спокойно по нему геоопределяем. Хорошо. Спасибо, Жень. Все, да? Хорошо. Все. Спасибо большое. Жду на кофе. Если у нас вдруг останется время, то в конце я дам возможность задать. А сейчас у нас... Спасибо. А сейчас у нас Александр Винедюхин. Саша там... Саша, онлайн, да. Протоколы, туннели и все остальное. Саша, пожалуйста. Слышно меня, да? Да, Саша, слышно. Здравствуйте. Сейчас я попробую расшарить презентацию. Так. Скажите мне еще, что ее видно. Нет, Саша, презентации пока не видно. А где это выбрать? Да. Саша, внизу там расшарить экран и канал. Так, ну вот я нажимаю share screen. Хорошо, хорошо. Пока можно вопросы задать. Сейчас нормально? Вот, давайте, как раз. Спасибо. Вот нагадали вопрос. Подскажите, вот так хорошо по дидосу разбираетесь, исследуете. А на сегодняшний день, в 23-м году, какая стоимость дидос-атаки, которую предлагают на дарк-форумах? Вы тоже там в свое время считали. А вот интересно, насколько изменились цифры. Смотрите, первое, есть бесплатные стресс-тестеры, которые в течение 15 минут вам будут организовывать небольшую, там, порядка 10-15 гигабит дидос-атаку. Вот, здесь важно понимать, что вот эта небольшая дидос-атака, это процентов, наверное, 30 мелкого среднего бизнеса можно положить. То есть ты можешь постоянно ее запускать, 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 тебе ничего не обязывает. Вот, то есть бесплатно. Это первое. Школьники этим пользуются. Их так называют, тех специалистов, которые плохо разбираются в дидосе. И, соответственно, по платным, да, дидос-атаки стоят, хорошая заказная дидос-атака стоит от 1000 долларов. Вот, и пошел ценник вверх. В зависимости от того, стоит защита у данной компании или нет, да, пробить защиту можно любую. Можно подгадать время, когда техподдержка, например, данные сервисы будут спать. Вот, и атаковать очень аккуратно, без всплесков уровня приложения. Мы сами проводим стресс-тесты. Мы тестировали почти что всех отечественных наших сервисов по дидосу. Вот, соответственно, очень интересная картинка получается, не буду о ней рассказывать. Но могу сказать, что я очень рад, что в нашей стране есть такое большое количество сервисов по защите от дидоса отечественных. И то, что мы побороли IT-армию Украины в самом начале и сейчас продолжаем это доказывать, это очень хорошо. То есть от тысячи долларов заказная атака, вот, 10 тысяч долларов могут платить спокойно. Зависит от того, что на кону. Если это маркетинг акций, в которые вложили 50 миллионов, вот, заплатить миллион злоумышленникам, чтобы все упало, это несложно. Именно CDN сейчас дидосит чаще, чем раньше. Раньше, потому, ну, активно был дидос только на домены. А что по поводу CDN? CDN, как Content Delivery Network, в принципе, за дидосить невозможно. Вот, потому что геораспределенная сеть. На основании самого CDN я создал геораспределенные узлы очистки. Отдельные инстансы, которые рядом у нас в каждой стойке по всей России стоят, для очистки трафика. Поэтому говорить о том, что дидосит ли CDN статический трафик, да, статический контент. Вот, нет, его не дидосит, он просто под волну попадает. Находят именно динамический трафик, делают запросы к веб-серверу, чтобы его нагрузить. Потому что при дидосе CDN мы получаем, что статический трафик отдается с узлов сервис-провайдера, а не от бэкэнда, который генерирует. Поэтому CDN не выгодно, а динамический трафик выгодно. Еще такие уязвимости. Спасибо. Я думаю, уже у Александра все заработало, да? Да, ну вроде и работало, но как-то странно. Не знаю, слышите вы меня, да, сейчас? Да, Александр, прекрасно слышим. Можешь начинать продолжать. И буквы видны. Ну, хорошо. Я кратенько... Вообще доклад называется «Протоколы в туннелях системы адресации». Ну, это такой, скорее, концептуальный доклад. Вот, может, даже в чем-то философско-исторический или историческо-философский. Почему здесь туннели? Потому что туннели сейчас стали одним из основных вообще элементов многих вновь разрабатываемых протоколов. И вообще реальности использования интернета, в том числе на стороне пользователя. То есть вот новизна как раз состоит в том, что раньше пользователи ничего не знали про это. А сейчас и всякие... Ну, и VPN-ом никого не удивишь. Вот, и вообще это стало новым важным элементом. И если смотреть на это со стороны IP, то оказывается, что, в общем-то, все меняется. Протоколы разных уровней логически пересекаются. И возникают всякие странные вещи. Ну, вот тут у меня история такая, как раньше было. Я даже не буду, наверное, зачитывать, что здесь нарисовано. Потому что вот сейчас мы находимся примерно в такой вот современности, где все перепутано. Ну, в какой-то мере. Вот. И одни протоколы надстроены над другими. Хороший пример здесь, наверное, DNS в HTTPS, где оно вроде как и DNS. На самом деле это уже не DNS. И работает он через HTTP, через TLS и через TCP. Вот. То есть так много всего настроено сверху, что вносит некоторую путаницу. Потому что все равно продолжают очень часто идентифицировать узлы и на стороне клиента. То есть и самого клиента, как пользователя, например. И на стороне сервера. То есть какой-то конкретный сервер продолжает при этом идентифицировать по IP. Но из-за того, что на уровне приложений все сильно уже перепуталось и вот так вот пересекаются такие спагетти, то ситуация на самом деле такая, что уже по IP, наверное, ни в ту, ни в другую сторону скоро ничего идентифицировать нельзя. И использовать такую привычную концепцию, когда устройство, палочка, ну, в смысле канал, узел, канал, узел тоже становится затруднительно. Я с целью экономии времени, наверное, не буду подробно рассказывать про Encrypted Client Hello, которая на технологии как раз тоже хороший пример всего этого. Ну, вот если взглянуть на то, как раньше рисовали, сейчас многие так считают, вот как пользователь типичный, предположим, там с каким-нибудь мобильным телефоном даже, ходит в интернет. Ну, вот у него есть какой-то провайдер последней мили, он к нему подключен, там NAT, DNS этого же провайдера, ну, и через него он выходит, ну, справа надо было нарисовать еще большое облако, я его не нарисовал, но думаю, что всем понятно. То есть через этот NAT он с каким-то IP-адресом ходит на какие-то веб-сервисы, вот, и что-то там получает, какую-то информацию. Но сейчас это стало несколько сложнее, и обычно уже выглядит вот как-то так, потому что у этого пользователя появляется хотя бы один VPN, часто их несколько. В VPN часто настроены маршруты разные для разных точек назначения, то есть в зависимости от того, на какой IP-адрес сервера он планирует пойти, он может пойти по совсем разному маршруту. Вот в VPN есть еще какой-то NAT, то есть понятно, что к VPN он подключается через NAT провайдера, в VPN у него еще какой-то, какая-то трансляция адресов, там может быть свой DNS, еще может быть дополнительный DNS как сервис, какой-нибудь Google Public DNS, ну, и еще, понятно, что тут еще не нарисованы авторитативные сервера, но и дополнительно к уровню приложений еще может быть какой-нибудь фронтинг, это, собственно, где и появляется Encrypted Client Hello, вот, про которую я в деталях рассказывать не буду. Тут интересен какой момент, что все это возникло из взаимодействия представления об именах и представления об адресах, то есть, например, DNS, как все, наверное, знают, появился для того, чтобы можно было одноранговую IP-сеть, то есть, ну, набор IP-адресов объединить каким-то символьным именем и этим символьным именем пользоваться. Потом через, ну, существенное количество лет появился инструмент для защиты трафика, который ходит на сайт, адресуемый DNS, этот инструмент называется, ну, тогда он назывался SSL, сейчас называется TLS. Сначала все было хорошо, там есть TLS-сертификаты, SSL-сертификаты тогда они были, они выписываются на имена DNS. Ну, и выяснилось, что для того, чтобы один, чтобы клиент подключался к какому-то веб-узлу под конкретным доменным именем, нужно, чтобы у этого веб-узла был выделен IP-адрес на сервере, потому что иначе сервер не знает, какой сертификат показывать. Ну, если там несколько серверов, как сейчас обычно происходит, несколько веб-серверов с разными именами. Это быстро решили эту проблему, добавив в TLS, который сам по себе в основном зашифрован, но добавили в открытом виде всего лишь одно поле, обозначающее имя сервера. Вот. Ну, и из этого выросла вот куча всего, в том числе технологии DNS over TLS, потому что они хоть и защищают DNS, но изначально там как бы исторически на них повлияло желание скрыть имена, которым ходит пользователь. А так как в TLS зашифровывать их можно, но они все равно передаются через DNS, то давайте еще и сделаем в DNS какой-то доступ закрытый, чтобы там они тоже не утекали. Ну, и привело это к тому, что появилась вот сама эта технология. Это все лишь один из примеров, как наиболее развитый, потому что, по-моему, в Firefox даже уже, по-моему, есть, а в Chrome ожидается. То есть ECH это, если кратко, то технология, которая туннелирует TLS внутрь TLS. То есть у вас получается некий входной узел, за которым есть часть, проксирующая трафик, защищенный, на скрытый сервис, который снаружи не видно. А так как их снаружи не видно, то клиенту, когда он туда подключается, нужно знать какие-то параметры, ключи и прочее. Это он берет из DNS. Получается примерно вот такая схема, в которой тоже вообще-то логически есть туннель. И так как из DNS достаются параметры, то доступ к DNS там тоже должен быть защищен. Ну, и как бы следующий логический шаг, давайте это все закроем в одно приложение, и будет у нас, например, браузер, который и DNS использует свой, причем до такой степени свой, что у него прямо свой провайдер, который возвращает сразу адреса по именам, а не провайдерский никакой, ну, имеется в виду провайдер доступа, а никакой местный резолвинг не используется. Вот. И это в целом грозит тем, что может получиться, ну, некая такая сегментация интернета, не только по адресам, которые, в общем-то, уже видно, а и на уровне приложений, когда будет какой-то интернет имени конкретного браузера, там, конкретного провайдера CDN, например. Ну, или как, может, кто-нибудь помнит, там были такие, АОЛ там всякие сервисы, еще давно, еще до Веба. Вот. И как это проявляется на IP? Ну, проявляется это в наложении некоторых путей. В принципе, достаточно очевидно, что когда у нас не было какого-то VPN, наш клиент в своей последней миле, он ходит, в общем, понятным маршрутом, сначала выяснив через DNS-адрес веб-узла, потом подключается к этому веб-узлу. При этом можно было бы ожидать, что и в DNS, и на веб-узел, если они там где-то рядом, примерно придет этот, эти пакеты, это подключение, примерно придет по одному маршруту. То есть здесь вот кружками я нарисовал, ну, можно считать, автономный систем. Так очень приблизительно. Вот. Ну, понятно, что если у него какой-то VPN или еще какой-то туннель, который имеет точкой выхода в совсем другое место, то и на веб он придет из другой автономки, по другому маршруту. И это, в принципе, не так страшно, кроме того, что непонятно, как его географически привязывать. Вот. Но интересности начинаются на практике, когда у клиента в VPN ходит, скажем, только трафик там, ну, условно его назовем HTTP, то есть, ну, понятно, что это не HTTP, просто на какие-то адреса у него трафик ходит через VPN. Ну, пусть будет HTTP. А DNS у него остался провайдерский. Тогда он придет с DNS своего провайдера из одного, там, предположим, региона географического, вот, а она уже разрезовлена ему IP, он будет ходить совсем другого региона. Это вызывает интересные эффекты, если это какой-то сервис, использующий Anycast. Ну, Anycast, он может использовать сам этот сервис, даже о нем не подозревая, потому что он, например, хостится в каком-нибудь там облачном провайдере. Вот. А у того есть Anycast, и есть какая-нибудь геобалансировка, которая тут полностью разваливается. При этом хитростей добавляет то, что вообще-то у пользователя и DNS может быть завернут в какой-нибудь специализированный сервис DNS-резолвинг. Если раньше это было признаком такого продвинутого пользователя, то сейчас уже и пользователь не шибко продвинутый, все равно про это знает, старается что-нибудь такое сделать. Ну, либо, кстати, в контексте предыдущих докладов у него может быть какой-нибудь троян, который к себе там DNS отправляет, но часть пропускает. Вот. В плане измерений это приводит, например, к таким эффектам, что если вы меряете по там скорость резолвинга по DNS, ну, предположим, вот, у вас получается, скажем, там 30 миллисекунд, а если этот же клиент, которого там как-то пометили, но он пришел на веб, у него получается 10 раз больше, что, ну, условно, на картинке в 10 раз, а может быть там даже и больше, что, в общем, вызывает всякие сдвиги в статистике, которые дополнительно нужно объяснять. Ну, а в целом это приводит к тому, что у нас как бы сейчас основной сервис, работающий поверх интернета, это веб. Вот картинки, некий сайт воображаемый, куда зашел юзер, и что у этого юзера сейчас, ну, в смысле пользователь зашел туда браузером, и что у этого пользователя может сейчас получаться. Сам код страницы он получил с вот этого самого веб-сервера, придя туда с одним IP-источника, именно что важно, то есть это IP-пользователя. Дальше на этом веб-сайте, например, используется какой-нибудь логин, там, через некий внешний сервис, на который у пользователя налажен маршрут через VPN, то есть туда он пойдет уже с другим IP-источника, вот, ну и плюс он какие-то файлы может забирать еще там с каких-то CDN-ов, куда у него тоже еще третий маршрут, ну, теоретически, это менее вероятно, но тем не менее такое встречается уже. Вот у него получилось сразу три IP-шника, в результате у нас сейчас просто ситуация начинает меняться на диаметрально противоположную, потому что много лет никого не удивляет, если у веб-сайта, веб-сервера много IP-адресов, ну, обычное дело, там у него 10 адресов или больше, а получается сейчас, что наоборот, то есть в контексте одной буквально страницы очень быстро приходит настоящий пользователь с разными IP-шниками, то есть это не бот никакой, ну, и вот если что-то измеряется, то, ну, это вот из практики, так сказать, что получается, то есть мы хотим померить что-то через веб, например, там какой-нибудь доступ, там скорость доступа, для того, чтобы это померилось, нам нужно пользователю отдать, ну, то, что я называю, праймером, да, там некий JavaScript-код, который сгенерирует нужные запросы у пользователя в браузере. Ну, получается, что этот праймер пользователь получил там с одним, придя с одного IP-адреса, а уже на сами серверы, которые проводят измерения, он придет с другого IP-адреса, то есть такой момент нужно учитывать, потому что, ну, куки там обычно не видно, ну, или может быть не видно, и это достаточно, ну, новое такое явление, которое раньше обычно не наблюдалось, обычно это был либо какой-то бот, либо еще что-то экзотическое. Вот, ну, я, пожалуй, комментарии в основном пропущу, комментарий только один, то, что если смотреть на это с точки зрения BGP, то появляется еще один уровень перемешивания, это, скорее всего, даже два, но этот сам уровень перемешивания через IP-адреса, которые постоянно все равно используют, и тут, и там, там настраивают где-то доступ, где-то блокирование, где-то там хотят туннель, чтобы можно было зайти на заблокированное, то через IP-адреса вот это вот перемешивание постоянно спускается в IP-сети, и в результате через IP уже смотреть становится сложно. Это, ну, тут ссылки на более подробные материалы по этой теме, если кто захочет, то почитать. То есть это публикация интернета изнутри, и страничка вот как раз про, ну, в смысле, статья про Crypto Client Hello на сайте ТЦИ моего авторства, ну, и наш сайт IDIDB, где исследуем интернет-инфраструктуры. Можно посмотреть всякой про автономные системы. Вот так, у меня все. Спасибо за внимание. Давайте мы сейчас вопросы не будем задавать, да. Вот, а сразу перейдем к следующему докладу, потому что у нас тут буквально уже 5 минут до конца, да. Одна минута, да. Вань. За минуту. Это как вообще? Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Иван Власов. Я работаю в компании MSKX. Занимаюсь различными инфраструктурными сервисами, в основном ДНС, но не только им. Мой доклад сегодня называется «Доверенный НТП как фактор безопасности сети». Говорить буду быстро, потому что материала много. НТП, вы знаете все, что такое НТП. Это Network Time Protocol, один из старейших протоколов сети интернет. Появился в 85-м году, пережил несколько редакций, четыре редакции, и существующая редакция версия 4 актуальная. Есть так называемые Next Generation, это НТС, это тот НТП, к которому принятили ТЛС еще. Пятой версии протокола пока нет. Может быть, когда-нибудь будет. На что же влияет состояние часов на вашей инфраструктуре? Ну, надо посмотреть, из чего состоит инфраструктура. Для начала это Network Boxes различные, то есть от криптошлюзов и прочих VPN-концентраторов, от маленьких пиццебоксов до больших модульных сетевых шкафов, свечи и роутеры, IP-коробки. Что там может пойти не так? Логи, но это самая небольшая проблема, просто у вас в CM будет мешанина, и логи будут слегка бесполезны. Проблема в том, что сломаться может в нескольких местах, либо на коробке время неправильно идет на сетевой, либо на центральном сеслок-коллекторе, либо в CM-системе, если у вас есть центральный сеслок-коллектор. И где искать проблему, это тоже интересный кейс в зависимости от вашей инфраструктуры. Внутренний скриптинг на самих коробках это очень важная тема, потому что часто очень к этому подвязаны деньги, то есть биллинговый аккаунтинг через счетчики фильтров или интерфейсов и управление трафиком автоматическое через, например, айспас препент. Кластеризация и стекирование, то есть если у вас там кластер из свечей, стек из свечей, и там что-то неправильное со временем, то у вас может просто стек развалиться или не собраться. Телеметрия. Все, что вы получаете через flow протоколы, netflow, jflow, ipfix и вот все вот это, собственно, она будет бесполезной, если там время неправильное внутри. Сервера. Сервера с вашими любимыми операционными системами. Чьи же это сервера? Если вы хостер, то есть вы сдаете в аренду там CPU, RAM, жесткий диск, то клиенты сами вольны у себя там что-то делать в настройках операционной системы. Но вот если у вас есть софт SHD, типа Glast, RFS или CEF, то первое требование при дипломенте софт SHD – это синкризировать время на всех сторож нодах. Если вы Enterprise, то есть у вас, скорее всего, контролированная среда и запускаем на инфраструктуре почти одинаковые, ну, либо с какими-то особенностями виртуальной машины, либо контейнеры в большом количестве. И неправильное время на хосте повлияет на всех гостей. Почему это так? Потому что часто гости берут время с хоста по той причине, что не у всех есть глобальная связанность, не у всех гостей. То есть не все они видят интернет. Оператор связи. Все, что рядом с биллингом и тарифами – это деньги. То есть если у вас неправильно где-то время идет на предбиллинге, на бигейшн-сервере, на каком-то, то это может повлиять на юзерский опыт негативный. Все, что рядом с управлением конфигурациями сети и мониторингом – это повлияет на SLA. Если вы контейнер-генератор, то очень много логики в сидении завязано на выполнении чего-то по расписанию. Ну, а по сервисам вообще бесконечное разнообразие проблем. Там может все сломаться, если время неправильно идет. Данные. Ну, понятно, что данные просто будут испорчены, если они у вас с неправильным временем. Если в данных есть время. И оно неправильно. Если вы финансовая организация, то, скорее всего, если время у вас неправильно идет, то у вас не получится сертифицироваться по PCI-DSS. Это Payment Card Industry Data Security Standard. Постоянно обновляющийся стандарт. В нем в текущей редакции, в актуальной, в четвертой, есть такое требование, что протоколирование событий и действий, в том числе и многофакторная аутентификация именно не для end-юзеров, а вот для non-consumers users, то есть для вашего персонала. И в основном мультифакторная аутентификация работает на TOTP протоколе в основном. И вот буква T в этом протоколе – это time. То есть если у вас time плохой какой-то, то у вас это не прокатит. Так, на что это повлияет на вашей инфраструктуре? Ну, вы можете проверить сами, устроив учения. Но лучше перед этим иметь план B и C, как действовать, если что-то пойдет не так. Лучше, конечно, на дублирующую вообще инфраструктуру делать. Источники. Откуда брать часы? ГНСС-инфраструктура, то есть это спутниковые карты, кабель, антенна. В основном это проблемные жизненные циклы платформы, потому что многие вендоры, они не вкладываются в то, чтобы заобстримить драйвера для своих продуктов в основные операционные системы. И да, вызовы текущего времени, это не всегда и не везде устойчивый прием. Ну, иногда с сигналами по разным причинам возникают проблемы. Атомные часы. Это прям очень дорогие коробки, отдельные самостоятельные устройства. Их можно использовать для дисциплинирования часов. Но у них сложные интерфейсы сопряжения и, возможно, нестандартный ОПЕКС. То есть вам нужен, скорее всего, будет человек в штате, который поймет, что эти атомные часы вот прям точно хорошо работают. Возможно, вам потребуется их несколько штук. Коробочный NTP-сервер. Это готовые апплайенсы, 1-2-юнитовые, но это вендор-лог и задорого. То есть внутри обычной x86, их сложно и дорого мониторить, интегрировать с NMS, сложно защищать и сложно обновлять. И часто вендоры просто не смогут вам предоставить поддержку на очень долгий срок. PoolNTP-орк. Давайте посмотрим на него внимательно. Что же такое PoolNTP-орк? Это кто-то где-то как-то. То есть это такой комьюнити-проект. И в том числе некоторые участники PoolNTP-орк находятся на динамических адресах. То есть это домашнее подключение. Конечно же не все, но какая-то часть там точно есть. В PoolNTP-орк участники по полисе должны отдавать сервис по всем версиям протокола. То есть 1, 2, 3, 4. И это тоже проблема, потому что единственный рекомендованный софт для участия в пуле – это вот ESC NTP. Вот статистика, обубликованная одним из участников PoolNTP-орк. И мы видим, что по протоколам 1 и 2 приходит 7 миллионов, ну вот суммарно 7 миллионов уникальных пользователей. Это за ноябрь 2002 года. То есть этот трафик тоже есть. Пускай его мало, там около 1%, но он тоже есть, и вас не поймут, если вы не дадите им сервис по легоси протоколам. А, а как назад? Сейчас. PoolNTP-орк. Далее. Зона не подписана, то есть нам нужно доверять DNS. То есть вам в резолвинге, когда вы указываете адреса, откуда брать, время вам в резолвинге может прилететь все, что угодно. Если, допустим, кто-то вам подменит эти записи. Source IP спуфинг. Это UDP протокол без авторизации. И вам даже и без DNS может прилететь на 123-й порт пакеты, которые посылает вам не тот, кто вы хотите. SLA. SLA вам там никто не даст. Это не для пользователей. SLA там между пробниками, которые проверяют участников Pool и, собственно, участниками Pool. Да, так как PoolNTP-орк не публикует детальную статистику, то есть у них есть только график доступности за последние два дня. И нет рейтинга ранжирования участников. То есть вы не можете выбрать лучший из списка какой-то NTP. НTP-сервис вам нужно только перебирать и смотреть, в общем, долго отбирать тот, который вам больше подойдет. И сложно оценить нагрузку на конкретном инстансе. Точнее, вообще невозможно. Где же брать NTP? То есть у кого его можно взять? Ну, можно взять у тех, кто делает хорошие сложные атомные часы. Обычно такие компании хорошо умеют делать приборы и методики, но они ограничены своей инфраструктурой. И часто инфраструктуру свою далеко не развивают. Операторы связи и телеком. Они хорошо умеют делать инфраструктуру, а сервисы у них по-разному выходят. Некоторые могут дать сервис внутри вашего L3 VPN, то есть даже без услуги интернет, без услуги IP-транзит. Но, возможно, это будет не бесплатно. Авторизацию по автокейне дадут. Да, операторы связи захотят в сервис только у себя. Мы знаем, что абсолютно надежных операторов связи не бывает. Поэтому вам нужно взять тогда у нескольких операторов связи этот сервис. Гиперскейлеры и различные клауд-платформы. Небольшие предлагают использовать Plentype.org. У них у всех прям есть инструкция, как синхронизировать время в вашей VPS, который вы купили. А большие дают менеджер ТОС, и все низкоуровневое делают за вас. То есть вам оставляют только Application Layer. Как хорошо взять сервис на свою инфраструктуру? Для начала вам стоит… А, конечно же. NTP-сервис можно взять у тех, кто сделал его для себя. То есть кто ест еду своей собственной собаке. И для вас. Это вот, например, у нас. Ну, потому что он нам нужен был, и мы его сделали для всех, и для себя тоже. Как хорошо принять сервис на свою инфраструктуру? Надо взять время, ну, для начала выбрать сервис, взять время на нескольких своих серверов, лучше не сетевых коробок. Почему? Потому что понятный мониторинг, можно удобно взять метрики, приделать ACL, понятный софт и жизненный цикл платформы. Синхронизировать инстансы авторизованно по AutoKey между собой. Лучше выбрать современные типы хеширования ключей. В конфиге используйте конструкцию Pool и дальше FQDN, если у вас хороший DNS, если вы ему доверяете. И используйте сервер и IP-адрес, там, V6, V4, если вы хотите, чтобы NTP продолжал работать, когда DNS приляжет. Сервисный адрес, откуда будут брать время все ваши системы, сделайте локальным ини-кастом. Локальный ини-каст делается легко, это несложно, это не глобальный ини-каст. Туда приделайте ACL с рейт-лимитом. И так как это стейтлис сервис, который мало ходит в диск, то лучше сделать реддон или рут-фэс, это добавляет поинтов к надежности. И какой-нибудь мониторинг, который у вас уже, скорее всего, есть и поймет, как мониторить NTP. Я готов к любым вопросам. У вас знак сделан? Так, это как? Ну, как на последнем слайде рекомендации. У нас сделано лучше. Конечно. Так, ну если вопросов нет, то будем объявлять перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует...